Создание концепции большой еды и построение диверсифицированной системы продовольственного обеспечения имеет большое значение для оптимизации распределения сельскохозяйственных ресурсов и обеспечения безопасности национального продовольственного снабжения. Провинция Хайлонзя стремится к разработке более качественных, вкусных и безопасных продуктов питания, защищает при этом экологическую среду и занимает ведущее место в Китае, стремясь попасть в первые ряды в реализации концепции большой еды. Это скрад компании Симван города Ичунь. Эти черничные набитки вокруг меня скоро будут отправлены в Шанхай. Согласно правилам этой компании, каждая партия товара со скрада должна быть внесена в такой выходной лист. Давайте посмотрим. Это выходной лист за январь прошлого года, а это за январь этого года. Очевидно, что объем увеличился, и общий объем продаж компании вырос более чем на 30%. Некоторое время назад сюда приехала экскурсионная группа и попробовала его. Тогда на скраде было более 5000 мешков, все они были разобраны сразу. В провинции Хайлонзя около 7 миллионов гектаров лесных площадей, пригодных для развития лесной промышленности. Сейчас лесная медицина, лесные овощи, лесные фрукты и лесное земледелие процветают. И растут ведущие предприятия лесного питания. Расцвиваем лесную продукцию с более высокой добавленной стоимостью. И ищем новые точки продаж, чтобы больше гостей и потребителей сёка могли познакомиться с качественной лесной продукцией провинции Хайлондзян. Мясо южно-амриканской биры и креветки вкусные. В прошлом эта креветка в основном велась в России в прибрежных городах. В городе Цитаха компания «Аквагультуры» Пичау успешно преодолела технические бароков и создание искусственной морской воды для зимнего разведения южно-американской биры и креветки. На 2-м майдабе мы собираемся расширить масштабы и построить несколько цехов по разведению креветки, груберов и амурских тройкубов. В будущем мы собираемся продвигать эту модель для освоения её населением, чтобы люди могли выращивать их. А мы будем собирать и продавать выращенную ими рыбу. Люди также смогут поручить выгоду. В этом году в Хелунзиане продолжает расти спрос на продукты питания из рисов, сругов, рек и озёр. Растёт спрос на натуральные продукты, содержащие белки растительного и животного происхождения.